Генеральная Ассамблея теперь заслушает заявление Его Высочества, шейха Джабера Аль-Мубарака Аль-Хамада Аль-Сабаха, премьер-министра государства Кувейт. Прошу сотрудников протокола сопроводить Его Высочество. Мне очень приятно поприветствовать премьер-министра государства Кувейт, Его Высочества, шейха Джабера Аль-Мубарака Аль-Хамада Аль-Сабаха. Предлагаю ему выступить в Генеральной Ассамблее. Ва имя Аллаха, милостивого и справедливого, господин председатель, Ваше превосходительство, дамы и господа, да пребудет с Вами мир и благословение Аллаха. Позвольте мне прежде всего от имени правительства и народа государства Кувейт выразить признательность Вам и Вашей дружественной нам стране, королевству Дании. Поздравляю Вас и Вашу страну в связи с избранием на пост председателя 70-й сессии Генеральной Ассамблеи. Мы убеждены в том, что Ваш широкий опыт в политической работе позволит успешно провести дискуссии на этой сессии. Желаем Вам всяческих успехов в этом деле. Хотелось бы также отметить успешное руководство его превосходительства Сэма Кутеса, предыдущей сессии Генеральной Ассамблеи. В связи с этим хотелось бы также воздать должное огромным усилиям, прилагаемым его превосходительством Генеральным Секретарем, ООН, господином Пангимуном. В том, что касается руководства этой организации в соответствии с концепциями и идеями, берущими свою основу в принципах и целях Устава ООН. В том, что касается поддержания международного мира безопасности и достижения целеустойчивого развития, а также решения других проблем, с которыми сталкивается сегодняшний мир. Господин председатель, вновь мы хотели бы выразить глубокие соболезнования и самые теплые чувства Королевства Саудовской Аравии в связи с той трагедией, которая произошла в Мине в ходе хаджа, в результате чего погибли и получили ранения многие люди. Мы молимся Аллаху, чтобы Он принял и дал вечный мир пострадавшим и жертвам, и облегчил пострадание семей и получивших ранения. Мы с признательностью, благодарностью отмечаем личные материальные усилия Короля, правительства и народа, Королевства Саудовской Аравии, которые направляются на нормальное проведение хаджа каждый год для обеспечения комфорта всех паломников. Господин председатель, международное сообщество в этом году отмечает 70-летие создания этой великой всемирной организации. Она создана для формирования такого мира, где все человечество проживало бы в безопасности и мире. Но имеются исторические особые условия, когда растут политические, экономические, социальные и гуманитарные проблемы всего мира, где ООН по-прежнему вынуждена настаивать на целях и принципах устава. Для того, чтобы преодолеть эти растущие проблемы, нужно использовать и творческие подходы. Наш исторический опыт должен быть передан грядущим поколениям для того, чтобы они поняли важность и неизбежность международного сотрудничества и потенциала ООН в том, что касается содействия народам и странам мира. Может быть, самая крупная веха на пути успеха ООН состоит в утверждении цели устойчивого развития на период после 2015 года. Это продление усилий международного сообщества на основе основополагающих правил, которые нашли свое отражение в целях развития тысячелетия. ЦРТ уже достигли своих благих целей. И мы видим, что, в принципе, эти цели уменьшались успехом, решили те проблемы, с которыми они боролись. Таким образом, чтобы человек стал в центре поездки дня, чтобы содействовать искоренению нищеты во всех многочисленных формах, для того, чтобы все люди пользовались равными правами, проживали в достоинстве, имели возможность получать образование, услуги здравоохранения, обеспечивалось бы участие в политической жизни, гендерное равенство, расширение прав и возможностей молодежи, и решалась бы проблема ухудшения состояния окружающей среды. В связи с этим государство Кувейт хотело бы подтвердить, что будет прилагать все необходимые усилия для того, чтобы эффективно участвовать в международных партнерствах для всеохватного выполнения целеустойчивого развития в предстоящие 15 лет. Эта позиция вытекает из четкой убежденности Кувейта в уставе ООН и из поддержки роли нашей организации, а также из того, что мы благодарны и признательны за то, что его королевское высочество, Амир государства Кувейта, получил из рук генерального секретаря почетную грамоту, гуманитарный лидер, что для нас является большой честью, поскольку мы играем исключительно важную роль правительства и народ нашей страны в спасении жизни миллионов людей. Кувейт занимает первое место по гуманитарной помощи на глобальном уровне по сравнению с нашим ВНД. Это самый высокий процент, который давало бы когда-либо государство-донор в соответствии с цифрами доклада «Глобальная гуманитарная помощь 2014 года». Этот доклад опубликован организацией инициативы в области развития. Кроме того, Кувейтский фонд арабского экономического развития продолжает играть ключевую роль в оказании содействия в области развития для развивающихся стран, несмотря на географическое их положение, их верование или этический состав. Более чем 100 стран во всех частях мира воспользовались проектами этого фонда, и общая цифра его деятельности превышает 18 миллиардов долларов с момента создания этого фонда в 1961 году. Кувейтский фонд арабского экономического развития будет и далее предоставлять займы, обеспечивать программы развития в рамках имеющихся ресурсов в предстоящие 15 лет. В том числе 15 миллиардов долларов пойдут на оплату потребностей устойчивого развития. господин председатель, совершенно очевидно, очень важно, чтобы международное сообщество прилагало необходимые усилия и выходило с необходимыми действиями для консолидации и продвижения вперед мирных обществ на основе справедливости, свободы, в частности, свободы от любого насилия и радикализма. Совершенно очевидно, что такая работа подтверждает принцип, что нет устойчивого развития без безопасности и не может быть безопасности без устойчивого развития. Распространение конфликтов и гражданских войн, возникновение дополнительных форм насилия, а также угрозы радикализма и терроризма в сегодняшнем мире создают большие проблемы в ряде стран, главным образом на Ближнем Востоке. И совершенно очевидно, что международное сообщество должно оказаться на высоте этих вызовов и угроз безопасности, бороться с первопричинами, с ресурсами, которые подпитывают терроризм, поскольку в конечном счете именно гражданские лица являются основными жертвами. Республика Йемен, наш братский народ, сталкивается с серьезными проблемами в связи с хусистскими военными формированиями, которые нарушают свои собственные обязательства, угрожают безопасности и стабильности нашего региона и нашим странам. Требуется предпринять конкретные действия для того, чтобы поддержать законную власть в Йемене и для того, чтобы достичь мира и стабильности в нашем регионе. Здесь мы хотели бы подчеркнуть необходимость соответствовать инициативе Совета стран залива, выполнять соответствующие резолюции ООН и обеспечивать сотрудничество с специальным посланником генерального секретаря по Йемену. В рамках этих условий государство Кувейд никоим образом не закрывает глаза на гуманитарные потребности йеменского народа. И Амир государства Кувейд объявил о том, что будет выделено 100 миллионов долларов для того, чтобы удовлетворить потребности йеменского народа. В Сирии трагедия входит уже в пятый год. усугубляется гуманитарными страданиями. Создаются новые и новые аспекты кризиса. Все больше погибших, получивших ранения. Увеличивается также число беженцев и внутренне перемещенных лиц. Особенно в страны Европы. А это как раз и говорит о сложности и масштабности кризиса. Мы предупреждали и предупреждаем о серьезных последствиях этого кризиса для Сирии, сирийского народа, соседей и всего мира. В связи с этим государство Кувейд заявляет о твердой принципиальной позиции в том, что решение этой трагедии может быть достигнут только политическими мирными средствами, а не другими решениями, потому что за другие решения братья из Сирии заплатят высокую цену. В связи с этим мы приветствуем меры, принимаемые ООН и спецпредставителям генерального секретаря по Сирии господином Стефаном Демистурой, которые направлены на мобилизацию усилий по выполнению первого Женевского коммуника от 2012 года, для того, чтобы создать переходное правительство, которое получило бы все полномочия для того, чтобы работать на предстоящие годы и поддерживать территориальную целостность Сирии, обеспечивать слаженность сирийского общества, для того, чтобы обеспечить в конечном счете достоинства сирийского народа. Поддерживая международные усилия по смягчению гуманитарного страдания в Сирии, государство Кувейта с 2013 года провело три международных донорских конференции, для того, чтобы обеспечить гуманитарную помощь для Сирии. Объявления взносов на этих трех конференциях составили 7,15 миллиарда долларов. Мы, как Кувейт, выделили 1,3 миллиарда долларов. Основная сумма пошла по линии специализированных учреждений ООН, по линии других правительственных и неправительственных организаций, которые занимаются гуманитарными вопросами. Оставшаяся часть взноса распространена была среди местных добровольных организаций, которые также действуют в гуманитарной гуманитарной области и области развития. Что касается ситуации в Ливии, мы тщательно отслеживаем соглашение, о котором объявил спецпредставитель генерального секретаря по Ливии в городе Схират, Марокко, которое направлено на формирование национального правительства, правительства национального единства, которое положило бы конец насилию. Надеемся, что наши братья в Ливии положительно отреагируют на эту инициативу, чтобы положить конец кровопролитию, поддержать суверенитет, территориальную целостность страны, восстановить ее безопасность и стабильность повсеместно. Господин председатель, в нашем регионе существуют особые сложные проблемы, которые угрожают безопасности и стабильности в результате явления терроризма и насилия, который использует ислам для совершения уголовных преступлений, тех преступлений, которые отвергаются всеми великими религиями. Жестокие преступления, которые совершаются так называемым ДАЭШом или ИГИЛ, который сеет смерть и разрушение, особенно в Ираке и Сирии, представляют угрозу международному миру безопасности и требуют формирования международной коалиции. Государство Кувейт принимает активно участие в этой коалиции, представляя материально-техническую поддержку. Практика этой незаконной группировки затронуло и государство Кувейт, когда террористический акт был совершен в мечети в священный месяц Рамадан, в результате которого погибли и были ранены наши граждане. Национальное единство и слаженность народов имеют особое значение, и мы не должны упустить возможности подтвердить эту национальную идею в интересах единства и стабильности государства Кувейт. Господин председатель, что касается гуманитарной работы, то государство Кувейт откликнулось на гуманитарные потребности иракского народа, государство Кувейт объявило о взносе в 200 миллионов долларов для оказания содействия нашим братьям в Ираке, для того, чтобы смягчить страдания от жестокой практики террористической группировки. В настоящее время ведется работа для того, чтобы надлежащим образом выделить эту сумму при координации с иракскими сторонами, международными организациями. И здесь мы хотели бы подчеркнуть поддержку всем мерам, которые прилагает правительство Ирака по обеспечению безопасности, стабильности страны, а также ее территориальной целостности. В связи с этим государство Кувейта подтверждает твердую принципиальную позицию с осуждением всех форм терроризма, радикализации и нетерпимости. Неважно, какими бы первопричинами и мотивами они не руководствовались. Кувейт подчеркивает, что поощрение культуры терпимости и существования народов и наций является приоритетом в том подходе, которое мы избрали для внутренней и внешней политики. эта политика увязана с терпимым исламским шриятским правом, а также связана с важностью, которую мы придаем обеспечению развития, безопасности, прав человека, а также универсальной стратегии борьбы с терроризмом для достижения международного мира и безопасности. Господин представитель, международное региональное усилие, которое закладывает основу миру для Ближнего Востока, сталкивается с многочисленными препятствиями в результате упорства Израиля, который по-прежнему расширяет незаконную политику, продолжает строить незаконные поселения на оккупированной палестинской территории, по-прежнему удерживает тысячи палестинцев в тюрьмах и продолжает агрессию агрессию в том числе в секторе газа в предыдущий год, в результате чего было разрушено беспрецедентное количество объектов, собственности и погибли люди. Продолжается незаконная, негуманная блокада газа, по-прежнему отмечается нападение на мечеть Аляска, в мусульманской части нарушаются гуманитарные стандарты международной закона, в том числе резолюции Совета Безопасности. Вот почему ООН, в частности Совет Безопасности, должны выполнять свои обязательства, продолжать оказывать давление более серьезно на всех уровнях с тем, чтобы Израиль принял резолюции международной законности, дал палестинскому народу законные политические права, признал независимое государство на территории со столицей в Восточном Иерусалиме и в границах от 4 июня 1967 года в соответствии с принципом мир в обмен на территорию и дорожной картой арабской мирной инициативы. В том же самом ключе государство Кувейд приветствует резолюцию Совета Безопасности 22-31, в рамках которой был выработан комплексный договор о совместном плане действий. Это было выработано группой постоянная пятерка плюс один Исламской Республикой Иран. Эта договоренность стала результатом дипломатических усилий нескольких лет для того, чтобы решить иранскую ядерную проблему. Государство Кувейд надеется на то, что Исламская Республика Иран будет и далее сотрудничать, полностью осуществлять совместный комплексный план действий, будет выполнять свои обязанности по договору о нераспространении ядерного оружия, будет выполнять также соответствующую резолюцию Совета Безопасности и будет реагировать на усилия стран региона, которые направлены на то, чтобы создать добрососедские отношения на основе сотрудничества, взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела и что будет положен конец оккупации трех эмиранских островов. все это сократит напряженность и обеспечит безопасность и стабильность по всему региону. В связи с этим мы призываем Израиль присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия и поставить все свои ядерные объекты под контроль и гарантии международного агентства МАГАТЭ в соответствии с резолюцией, принятой на обзорной конференции Дняу 1995 года, в котором содержался призыв в создании зоны свободной от ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. Заключение. Мне хотелось бы подчеркнуть, что государство Кувейт привержено многосторонней международной системе принципам и целям уставованным. Мы верим в важность, необходимость использования всех усилий для обеспечения продолжения деятельности нашей организации за счет того, чтобы все государства выполняли свои обязанности, которые они взяли на международных конференциях и в конвенциях. И это будет вносить свой вклад в обеспечение справедливых решений глобальным угрозам и проблемам. И будет особое внимание уделять высокой цели поддержания международного мира и безопасности. Да пребудет с вами мир и благословения Аллаха. От имени Генеральной Ассамблеи хотел бы поблагодарить премьер-министра Курдейта за только что сделанные заявления. Я плашу главу протокола проводить его превосходительство. Ассамблеи Ассамблеи